Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел следующий вопрос. Стоит ли верить картам Таро, и можно ли испортить судьбу из-за этого? Вспоминаются слова апостола Павла, который писал Тимофею «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух свой и обратятся к басням». Я бы хотел обратить ваше внимание на фразу «листили бы слуху». Тот хороший таролог, который будет говорить, «Ну да, жизнь будет сложная, но в принципе все преодолеется, все будет хорошо в конечном итоге, все найдется потерянное, все, что хочешь, реализуется, ну, там, с некоторыми сложностями. Вот, с вас пять тысяч, или сколько там сейчас, кого-то даже и побольше. Потому что, если вы думаете, что это какое-то древнее знание, которое мы там обладали, где-то там в Месопотамии, ассирийцы в Тибете, в Индии, в Китае, ребят, все, что вот сейчас нам преподносится, как вот эта тарологомания, это пришло к нам с 50-х годов прошлого века из Бруклина. Что-то обыкновенная аферистическая тема. Как с человека взять побольше баблишек для того, чтобы и при этом успокоить его, так, чтобы ему хотелось нести еще и еще. Так устроены гороскопы, так устроены все эти марафоны желаний, так устроены все эти предсказания, так, чтобы облегчить жизнь человека в какой-то сложный период жизни. Даже не надо сейчас далеко ходить. Статистика вещь упрямая, она говорит, что популяризация всевозможной эзотерики в последних два года увеличилась в разы, где-то в 30-80%. Недавно заходил, читай город, философии посвящена одна полка, религии посвящена одна полка, истории посвящено две полки, а эзотерике посвящено четыре полки. Все эти учебники по терологии и улучшениям судьбы. А судьбу, друзья, мы и ухудшите, потому что, во-первых, лезть туда, где ответов на самом деле нет, но так или иначе связано с будущим, небезопасно. Потому что мало того, что любое гадание, Богу противно, это известно еще с Ветхого Завета, но вы же свою жизнь теперь перенастраиваете. Вы теперь будете стараться жить так, как вам нагадали, как вам рассказали, как вам предсказали. Вы будете стараться избегать чего-то или к чему-то стремиться, подстраивая свою жизнь под то, что вам рассказали, как то, что должно случиться. Я молчу уже про то, что вилами по воде писано все. Но вы теперь рабыня или раб этой ситуации, вы заложник. Вы теперь только и думаете, как бы теперь прожить так, чтобы не попасть в это прокрустово ложе с завтрашней невзгод. И вы не свободны. Вам и Бог другое готовил. И в течение жизненных обстоятельств другое вам могло принести. А вы теперь идете по схеме, которую вам нарисовал вчерашняя домохозяйка. Это опасно. Отдать всю свою жизнь чужому человеку, который якобы что-то знает, это рабство. Уже начинается некая, как говорят умным языком, детерминация. То есть, ты уже не можешь поступить никак иначе, потому что тебя запрограммировали по сути, вот этим предсказанием. И ты уже не раб Божий, ты уже раб торолога Ангелины. И все. Бог говорит, ну, ладно, давай, до свидания. Кому ты веришь, тому ты и раба. я навязываться не буду. И он уходит в своей жизни. А жизнь без Бога, хо-хо-хо, сколько нам чего принесет интересного. А наше пустание бывает, есть и другая сила, которая заполняет нашу жизнь, когда в ней нет Бога. А кто пользуется услугой металлогов, в их жизни Бога уже нет. Хоть и даже в храм ходи, даже и свечки ставь. Хоть все свечки купи, хоть завод свечной купи, хоть икону мастерской открой. Нет, все, не работает. Ты ушел в страну далече. Пока ты не покаешься, пока не вернешься, Бог будет ждать. Отживешь ты до того момента, пока он будет тебя ждать. Все, кто с головой окунался в эту торологию, потом еле-еле оттуда выходил живыми. Потому что проблема начинается, в общем-то, и серьезная. Я с многими людьми общался, которые вкусили последствия вот этих гаданий. Кто-то скажет, это не гадание, это чисто психология. Но есть в психологии своя там карточная система. Она не имеет никакого отношения к этим картам Таро. Ну, вот идите туда с этими картами общайтесь, как они там называются. Уже забыл. А сюда не лезьте. Вот просто не хотите поверить мне, как официальному лицу, с подряд, с Никитой, с крестом, представителю церкви, просто по-человечески поверьте. Я-то знаю жизни людей не с интернета, а реально подсевшие на эту Тароманию. И хорошо, что успели, как говорится, вовремя соскочить и растерять не все, что в их жизни было. Так что, если уже начали, покайтесь и прекращайте заглядывать в будущее. Вы достаточно сильные люди для того, чтобы самостоятельно принимать решение за свою жизнь, а не угадывать ее, не подчиняться каким-то нелепым законам, которым вам прописывают вчерашние домохозяйки. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok